сегодня мы будем заниматься заменой цилиндр поршневой группы на бензопиле партнер рассмотрим все варианты чего она состоит все ее детали разберем посмотрим и выполним замену поршневой группы самостоятельно без каких-либо спец ключей и средств и постараемся все это сделать для вас достаточно быстро итак снимаем крышку его сразу мы видим глушитель цилиндр карбюратор соответственно нам придется снять и глушитель и карбюратор только тогда мы доберемся до цилиндра в партнерах очень просто меняется поршневая и для этого не обязательно разбирать всю пилу так сказать все до основания вполне можно обойтись только верхней разборкой вот поэтому мы так и сделаем не будем разбирать всю полностью мы обойдемся верхней разборкой что нам понадобится нам понадобится свечник чтобы крутить свечу нам понадобится h4 шестигранник нам понадобится герметик герметик и головка на 8 головка на 8 вот у меня здесь где-то лежит вот она нам просто и понадобится так снимаем глушитель первым делом снимаем глушитель разберем на 8 головку и откручиваем его он держится на двух болтах что-то туговато идет ничего главное что идет один открутили я уже говорил перед разборкой советую брать какую-то коробку и туда все это дело складывать чтобы вы ничего не потеряли а то как у всех русских останутся у вас какие-то лишние запчасти в пиле такого быть не может эту сторону освободить теперь освобождаем эту сторону скидываем бронепровод получим свечку короночку убираем топливный воздушный фильтр откручиваем карбюратор он как мы помним если вы смотрели урок по карбюратору на двух болтах держится откручиваем снимаем корпус воздушного фильтра снимаем резиновый вот этот вот адаптер и снимаем карбюратор вытаскиваем его сняли шлангчик с праймера сняли тягу газа и остался у нас вот этот шланг который подает нам топливо он как мы помним у нас будет бензин сать мы его перегибаем и одеваем на него какую-нибудь какую-нибудь баклушечку можно гаечку простую одеть все здесь мы тоже освободили теперь у нас надо скинуть вот эту скобу для этого берем и просто так и поддеваем и она у нас уйдет сторону сейчас и все скоба у нас освободилась не потеряйте и и она нужная запчасть в пиле потому что сию не будет бронепровод будет лежать на магните и в итоге протрется так что ставить ее обязательно все поршневую в принципе мы освободили нам теперь осталось только открутить для этого не надо ни звезду снимать не магнит с этой стороны ничего разбирать просто поворачиваем пилу вот они у нас 4 болта мы их берем и по очереди откручиваем как видите это реальная пила и реальные болты ничего я тут не подготавливал заранее не откручивал так что все делается при вас впервые хотя пила это работает поршневую менять мы не будем на ней я вам просто покажу как это делать и назад соберу вот снимаем болты желательно при себе иметь какой-то или компрессор или пылесос потому что очень много мелких всяких стружек пыли грязи это все лучше конечно выдувать пылесоса я такого такой возможности сейчас нет поэтому пока мы обойдемся без нее теперь берем и надавливаем на саму поршневую вот отсюда и она у вас отрывается от нижнего своего блока и вытягиваем его просто вверх вот она вот она наша поршневая здесь нет никаких прокладок она сидит на герметике обычный автомобильный масло-бензостойки герметик вот здесь внутри мы можем увидеть коленвал вот он коленвал поршень кольцо подшипники с сальниками вот и мы должны внимательно внимательно рассмотреть все что можем здесь а именно покрутить покрутить вот так вот коленвал и посмотреть на рубашку подшипников вот здесь чтобы она была не повреждена с этой стороны и соответственно посмотреть с другой стороны чтобы она тоже была не повреждена потому что если рубашка повреждена есть небольшой скол хотя бы даже с одной стороны вы поставите новую поршневую начнете работать он отщелкнется рубашка с другой стороны попадет в поршневую и задерет новую поршневую и вам придется опять менять опять растрачиваться это как мы видим родная поршневая это легко узнать потому что родные поршневые идут с одним кольцом все поршневые которые вы будете покупать они уже будут двухкольцовые но по поводу того сколько колец хочу сделать небольшое отступление потому что приходят в магазин люди и говорят мне дайте два кольца хоть три, хоть пять колец если производитель заявляет что данная пила имеет мощность 1,5 или 1,7 кВт это не значит что если три кольца там будет 8 кВт нет, там так и будет 1,5 или 1,3 кВт поэтому все старые пилы Хускварна партнеры старые все идут с одним кольцом это возможно даже просто такой маркетинговый ход потому что многие люди хотят два кольца и требуют два кольца пожалуйста возьмите наоборот с двумя кольцами трения об цилиндр больше потому что два кольца трутся и греется пила сильнее может есть какой-то конечно и положительный эффект от второго кольца но на самом деле он не столь уж значителен как его преподносят ну сами люди которые не знают как и чего считается в мощности двигателя по возможности все здесь вычищаем вот я же говорю если дунут туда хорошенько будет гораздо лучше компрессора у меня под рукой компрессора нет будем собирать так тем более мы ее как бы особо не расшевелили все как и было так и оставляем вот это первый способ который так сказать быстрый способ можно за 20 минут поменять всю поршневую это я просто много рассказываю разговариваю чтобы вы более понимали и соответственно медленный есть способ когда разбирается все снимаете все полностью снимаете вымываете но поверьте ненамного это продлит срок службы так как мы сейчас быстро поменяем или вы все перемоете и поставите лучше конечно но ненамного вот здесь так же как и на всех других пилах поршень держится на стопорных кольцах вам его надо будет снять стопорное кольцо и вытащить старый поршень здесь я этого делать не буду потому что сейчас поврежду стопорное кольцо потом приповторное его туда установка оно у меня может соскочить и задрать поршневую просто поддеваете чем-нибудь острым отверткой или чем-то сюда его раз и он выскочит стопорное кольцо вылезет вы с этой стороны чем-нибудь толкнете кстати может тяжело выходить придется даже может постучать вот поршень палец сюда вернее выйдет и вы снимете спокойно поршень осмотрите внимательно осмотрите игольчатые подшипники здесь на поршне и здесь на коленвале оденете кольцо ну там у вас будет два кольца вот оденете два кольца и соберете как кольца одевать я уже показывал на пиле цыганской ну покажу на этой что кольцо водить в принципе не проблема это главное все делать аккуратненько и не спешить заодно проверим какое здесь колечко здесь оно еще вполне даже вполне добросовестное хорошее вообще поработает вот всегда поршень одеваете чтобы замок кольца был карбюратором то есть к нашей стороне не должен смотреть на глушитель он должен смотреть на вас так как их будет два у вас кольца они оба замка смотрят на вас одевать так же просто берете просто чуть-чуть пальцами его расширяете и туда его хоп садим на место это все теперь по поводу герметика здесь просто чистим достанете чем-нибудь тряпочкой чистите тряпочкой да хоть чем хоть ватными палочками не знаю главное чтобы вычистили соответственно надо будет еще так же перекрутить вот этот адаптер тут у нас на звездочке он держится торкс 25 25 торкс с прокладкой на осторожнее прокладки сейчас тоже дорогие 25 торкс откручиваем перекручиваете обязательно сразу то есть вот со старой сняли здесь и перекрутили на новой на месте вы как следует не затянете поэтому перекручивайте пока поршневую вы еще не поменяли вот открутили и соответственно берете новую поршневую и прикручиваете проверяйте заодно вот эту сразу прокладку она должна быть вот как вот здесь она практически новая вот если болты вот эти когда-нибудь откручивались бы сами от вибрации прокладка была бы вся испорчена здесь она хорошая ну допустим это новая мы берем проверяем все ли у нас здесь в порядке нет механических повреждений на новой тоже может быть какие-то сколы обязательно проверяйте и устанавливаем вот этот вот теплоизолятор прикручиваем его прямо на месте потому что если вы уже установите на пилу там его крепить будет очень и очень неудобно так подтягиваем и вторую очень много уходит именно на вот эти раскручивания до закручивания времени здесь надо подтянуть как следует потому что иначе если я вам говорю открутится будет проблемка старый герметик необходимо удалить то есть вот отсюда его надо будет убрать я это делаю канцелярным ножом канцелярным или канцелярским не знаю как правильно вот канцелярский нож берем его и срезаем старый герметик следим чтобы поменьше он летел внутрь вот срезали почистили так и вторую сторону не надо пытаться тут что-то до блеска наводить это все глупости лишь бы он лишний не торчал нигде старый и мусора не было все берем герметик вот у меня уже он здесь засох поэтому здесь сбоку дырочку я сделал берем и мажем у меня прозрачный вы можете использовать любой красный белый синий даже бывает главное сильно толстым слоем не накидывайте потому что слишком много его здесь не надо он попадет в поршневую будет там болтаться этого делать не надо вот так вот потихонечку намазали этого достаточно места под сальники мазать герметиком не надо вот аккуратненько подмазываем одну сторону и вторую но у вас старого герметика не будет у вас будет новая поршневая поэтому еще проще вот аккуратненько ни никаких там жирных слоев вложить не стоит вот сейчас все это дело все сделано по поводу того через сколько можно заводить пилу не знаю как насчет работы я думаю работать конечно надо время дать я чтобы герметик застыл попробую завести как она будет работать можно сразу же как только вы установили ничего страшного вот я намазал герметиком вокруг как мы видим и теперь будем одевать наш поршень на цилиндр как я уже говорил в видео с китайской пилой никаких молотков ничего мы не бьем цилиндр как одеваем ровно так он и должен идти нельзя его вот так ворочать иначе вы сломаете кольцо ровно одели ровно и пошли вот аккуратненько как бы погружище чтобы вы видели не знаю может отсюда будет лучше видно вот вставили его видите как я держу поршень теперь вставляем цилиндр и как бы шевелим конструкция самого цилиндра сделана таким образом что он сам туда заскочит если аккуратненько все пошевелить видите ничего никакого волшебства он сам туда зашел не надо ничего долбить стучать аккуратненько пошевелили пошевелили и он заходит вот прижимаем и прикручиваем болтами со стороны сальников не надо мазать герметиком потому что сальники они отделаны снаружи резиной и это резина сама является как герметик она очень хорошо плотно прижимается все подкручиваем пила вообще партнер самая гениальная пила конечно сейчас уже сняли с производства очень жаль очень жаль самые простые так сказать в ремонте в обслуживании каждый любой фермер может ее сам сделать любой парень может поменять поршневую поменять карбюратор что угодно здесь так все просто и это гениальный инструмент вот но уже все сняли с производства сейчас делают партнеры другие под брендом партнер работает хускварна но у них сейчас есть 300 240 партнер 260 с там облегченные стартера всякая ерунда такая их я брать вам даже не советую так здесь тянем хорошо потому что сами понимаете это наш двигатель он должен затянуться как положено так все оттянули что мы делаем теперь я сразу ставлю вот эту маленькую скобу чтобы просто на будущее потом не забыть беру ее и туда запихиваю все она у меня держится дальше одеваю глушитель смотрю на него сразу чтобы не был он забит он не забит все в порядке я беру его и прикручиваю он так же прикручивается болтами на 8 я имею ввиду гайка должна головка на 8 вот прикрутили и подтянули потому что глушитель тоже должен быть хорошо подтянут чтобы под него ничего нам не не проходило под него никаких газов но перекрутили с той стороны закончили осталось с этой стороной поставить карбюратор вы прекрасно помните по моему уроку по карбюратору здесь все просто delegation прокладку аккуратненько если порвали эту прокладку до магазина далеко или нет возможности просто попасть магазин или нету в магазине можно поставить с обычного плотного картона аккуратненько вырезать ее и поставить ничего страшного не будет пила работать будет никого не слушайте все будет работать с моим опытом не бывает такого чтоб не работала все будет работать у меня выскочила тяга мы еще сюда засунем аккуратненько вот я всегда сперва одеваете отдел тягу потом накидываю накидываю на болты наш карбюратор и только потом одеваю вот этот маленький малый патрубок который у нас идет от праймера подкачки топлива я владел вот теперь беру большой наш шланг который подачу топлива организует и одеваю вот видите отдел заглушку нашу я ее убираю теперь ставлю вот эту вот резиновую штучку сюда поправляю заслонку беру корпус воздушного фильтра ставлю беру на крышку и гаечки на 8 закручиваю сюда сами гаечки на 6 но ключ мы берем на 8 закрутили раз и закрутили 2 конечно же мы это дело все подтягиваем хорошенько вот так ставим воздушный фильтр обычно я ставлю свечу подтягиваю накидываю бронепровод беру с собой свечник беру ли гурировочную отвертки и иду заводить пробую проверяю слушаю как работает инструмент возможно потребуется немножко подстроить карбюратор настройки карбюратора я уделю урок целый урок большой мы сделаем и там научимся его настраивать от и до скажем так а здесь одеваем крышку вот закручиваем ее и все наша поршневая поменена заняло это у нас 20 минут времени и все можно идти работать по поводу того как обкатать потому что инструмент у вас теперь получается новый смотрите мое видео как работать новым инструментом катка на этом все на сегодня до свидания